Всем привет! Сегодня у нас в обзоре мобильный аквариумный компрессор от торговой марки Лагуна, который мне прислали на обзор. Ссылка на предыдущие обзоры товаров этой фирмы будут находиться в подсказках либо конечной заставке. Сможете перейти и посмотреть. Также сможете внести конструктивные предложения по обзору и тестированию товаров, которые уже приехали, но я еще не сделал на них обзор. Поэтому у вас есть возможность принять в этом участие. Модель этого компрессора называется 3800М. Производительность 0,8 литров в минуту. Подходит для аквариумов объемом 30-60 литров и питается от двух больших батареек по 1,5 вольта, которые не идут в комплекте. Продолжение следует... Обычные пальчиковые, к сожалению, не подходят. Они очень маленькие. Корпус фильтра выполнен из хорошего прочного пластика. В отсеке для батареек находилась шлангочка и распылитель. На корпусе имеется кнопка включения, выключения, штуцер для подсоединения шлангочки с распылителем и прищепка для крепления компрессора к ремню или штанам. Вот такие большие батарейки нужны для этого компрессора, чтобы заставить работать этого зверя. Честно сказать, поначалу немного скептически отнесся к такому компрессору. Я, конечно же, понимаю, что он служит вспомогательно и применяют его при транспортировке рыбок, креветок, либо когда отключают электричество, либо поломка основного компрессора или фильтра. Но чтобы он так бодро распылял воздух, я, честно сказать, не ожидал. Вначале его начал проверять в аквариуме переноски с небольшим уровнем воды, но для того, чтобы было все, так сказать, по-честному, решил его испытать в большом аквариуме. И там он тоже хорошо себя проявил. Несмотря на глубину, он хорошо продавливал воздух. Честно сказать, сколько часов он сможет проработать, я не знаю. Тут многое зависит от качества батареек еще. Но то, что это удобная и мощная штука, это точно. Если я еще буду когда-то перевозить рыбок из другого города, то обязательно им воспользуюсь. Также еще видел, что эти компрессоры используют у нас на птичьем рынке, когда продают рыбок. Что касается минусов, то мне не особо понравилось то, что в этом компрессоре нет встроенного аккумулятора. Я, конечно же, понимаю, что это увеличит стоимость самого компрессора. Но как вариант, можно было хотя бы сделать гнездо для подключения повербанка, чтобы был выбор источника питания, так как сейчас есть хорошие, мощные повербанки, которые будут длительное время питать компрессор. Надо шагать в ногу со временем и внедрять новые технологии, а также немного доработать его. Второе, что хотелось бы еще увидеть в качестве доработки, это чтобы был какой-то регулятор мощности компрессора. Конечно же, можно поставить краник на шлангочку, но это лишь уменьшит поток выдываемого воздуха, а не уменьшит потребление электропитания от батареек. А так как это мобильный компрессор и ситуации его использования всегда разные, то надо как можно рациональнее использовать заряд батареек и не тратить его в пустую. Но это чисто мои пожелания и мысли. Возможно, кто-то думает иначе. Напишите в комментариях, кто еще пользуется подобным или таким же компрессором и в каких ситуациях. Чем он нравится и что хотелось бы в нем еще доработать или убрать. С удовольствием почитаю ваши комментарии и пообщаюсь на эту тему. Возможно, производители обратят на это внимание и сделают доработать. Если видео понравилось, то поддержите его лайком, подпиской и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Большая благодарность всем тем, кто делится моими видео на своих страничках в социальных сетях и группах по аквариумистике. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.